В одну из поликлиник Брянска на прививку от новой коронавирусной инфекции записались уже больше 250 человек. У нас обязательно запись идет, потому что рассчитан флакон на 5 доз. То есть мы прививаем одновременно 5 человек. Вакцина долго не хранится, она хранится после того, как катает 2 часа. Но мы стараемся пораньше стелить. 5 человек приходят в назначенное время. Каждого по очереди осматривает врач. Боль в горле не беспокоит. Кашель, насморк. Нет, спасибо, все хорошо. Подробный опрос, сатурация, то есть показатели уровня кислорода в организме, измерение давления, заполнение анкеты и согласие на вакцинацию. На прививку только после такого тщательного осмотра. Лариса недавно стала мамой. Находясь в декрете, ухаживает и за мамой инвалидом. Понимает, что прививка тот единственный способ, который поможет избежать возможной инфекции и не принести ее в дом. В моей семье тоже заболели мои родственники. Достаточно тяжело. То есть это все развивалось на глазах. Поэтому видел, насколько эта инфекция опасна. И может быть довольно молниеносное течение. И спасибо, конечно, докторам, которые оказали медицинскую помощь. Но это достаточно страшно. И потом вакцинация – это самый эффективный способ защиты от любых инфекций. По правилам вакцинации важно после прививки в медицинском учреждении побыть еще полчаса. За это время могут проявиться возможные побочные действия препарата. И тогда врачи смогут быстро принять верные решения. К слову сказать, все побочки строго контролируются Росздравнадзором и передаются в федеральные органы. Это особенно актуально, так как с 18 декабря прививаться могут все желающие возрасте от 18 лет. В том числе пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Эндокринные заболевания, сахарный диабет, ожирение, нарушение обмена веществ какого-либо характера. А также больные с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы. Это пациенты астматики, пациенты с хроническими бронхитами. Это пациенты, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. То есть артериальная гипертония, перенесенные инфаркты в прошлом больше, чем полгода-год. Ну и вот эти пациенты, они, конечно, должны быть привиты. Врачи рекомендуют перед вакцинацией людям с хроническими заболеваниями не в обостренной форме, а также пенсионерам обязательно проконсультироваться у своего врача-терапевта. Именно вакцинация, она стоит на первом месте для того, чтобы прервать вот эту цепочку массового заражения. Иммунный ответ на вирус, он строится из череды иммунных реакций. Это и клеточный иммунитет, и гуморальный. Причем гуморальный имеет всего такой 10-процентный момент. Все остальное – это врожденный иммунитет, как будет отвечать, и клеточный иммунитет. И если нам повезет, и наша вакцина активирует два вида иммунитета, то, конечно, с вакциной мы будем иметь меньший шанс заболеть. И если мы и заболеем, то уже вероятность того, что человек погибнет, будет сведена практически к минимуму. В рамках третьего этапа испытаний вакцины привилась и семья главы региона Александра Богомаза. Прививка от коронавируса абсолютно добровольная. Вакцины распределяются по медицинским учреждениям области. На каждой территории Российской Федерации территориальными органами Росздравнадзора проводится мониторинг поступления вакцины и пункты, куда будут поступать вакцины. Росздравнадзор проводит проверку наличия средств для хранения вакцины, в первую очередь, чтобы условия доставки вакцины и хранения вакцины на местах, они ни в коем случае не нарушались. Это очень важно, потому что я думаю, что все знают, что условия для хранения вакцины «Спутник В» они очень определенные. До минус 18-20 градусов. Мониторинг Росздравнадзор проводит ежедневно. Важно контролировать абсолютную доступность вакцины для тех, кому она показана. В Брянской области у нас имеется 31 медицинская организация, которая готова к приемке, хранению и проведению вакцинации. Созданы 49 пунктов вакцинации. Больше 18 тысяч доз вакцин уже поступило на территорию региона. Наша область в числе первых с такими высокими цифрами. В феврале эти показатели возрастут минимум в три раза. Алгоритм записи на вакцинацию максимально прост. Первый способ самый простой пока сейчас – прийти в прививочный кабинет своей поликлиники, оставить свои контактные данные, записаться на то время, которое удобно и для пациента, и на то время, где можно собрать пять человек одномоментно на прививку. Второй способ тоже достаточно удобный. Можно созвониться со своим участковым терапевтом, и участковый терапевт тоже может записать. Есть и еще один удобный способ. У каждого жителя Брянской области есть возможность самостоятельно записаться через сайт госуслуги для проведения вакцинации. Это очень удобно. Главное противопоказание для всех желающих привиться – это обострение любых, а особенно хронических заболеваний. Иммунитет, по данным разработчиков вакцины, сохраняется от полугода до двух лет в зависимости от текущего состояния организма человека. Татьяна Жукова, Александр Жучков. События. Брянск.